Добрый день дорогие друзья! Мы производственная компания SKR и мы запускаем свой официальный youtube канал. Я технический директор Скрыльников Денис Федорович, приветствую вас. Наша компания занимается производством рабочих органов для почвеобрабатывающей техники, а также с недавнего времени и по многочисленным просьбам производством самой почвеобрабатывающей техники. На нашем канале мы будем проводить обзоры нашей продукции и сравнивать образцы нашего производства с образцами ведущих отечественных и зарубежных производителей. Конечно же мы проведем обзоры наших производственных участков и покажем процессы проходящие на них. Наше производство рассчитано на переработку 1000 тонн металла в год и мы находимся по адресу Ростовская область, Кагальницкий район, Станица Кировская. А у нас имеются такие участки как участок раскроя металла. На этом участке находится лентопильный станок для раскроя брусов и круга, также находится станок плазменной резки листового материала, участок галтовки для обработки деталей после плазменного раскроя листового материала, у нас есть участок навивки пружины, на котором мы производим такие пружины как пружины для ротационной бараны группы компании «Попова», а также линия производства зуба ротационной бараны для различных производителей. У нас также есть линия производства стрельчатых лап и линия производства дисков для дискаторов различных модификаций и размеров. Мы запустили линию производства S-образной пружинной стойки 90 на 14 для дискаторов и S-образной подпружинной стойки для культиватора. Также мы построили и ввели в эксплуатацию цех термической обработки, которая служит для придания формы деталям и закалки рабочих поверхностей этих деталей. После освоения технологии наплавки трудосплавных порошков, нарежившей кромку, нам удалось добиться совершенно другого уровня стойкости рабочих органов к износу. А на участке дробеструйной обработки нам удалось получить не только приятный внешний вид, но и дополнительное упрощение поверхности самой детали, так называемый наклеп. Также замечательные энергезионные свойства поверхности, необходимые для малярного участка. После полного цикла производства детали от раскроя заготовки до ее окраски, деталь попадает на участок фасовки и упаковки, после чего она отправляется на склад, ожидать отправки к своему заказчику. Ну и конечно же мы не смогли обойтись без цеха сборки сельскохозяйственных машин. Дорогие друзья, все кому понравился этот видеоролик, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!